Тем более, что вы известно, что всегда выходили напрямую, даже на Черномырдино в свое время, когда была вот эта история с получением денег. Я помню эти заголовки, Марк Руденштейн меня, наверное, убьют. Нет, это была другая история. Это с Черномырдиным, но это были льготы, которые давали там спорту, церкви, и немножко нам дали льготы на таможни, на папиросы, водку, сигареты. Он нам дал, чтобы мы хотя бы могли собрать немножко денег и проводить фестиваль. Как только я это сделал, как только он мне это подписал, на Арбате, где я сидел, я прихожу на работу, у меня сидят автоматчики стоят. Я говорю, вы откуда, ребята? Марик Муни сказал, тебя надо охранять. На следующий день другие автоматики. Я говорю, вы откуда? Этот сказал, там, Солнцевский, сказал, что тебя надо охранять. Я понял, с чем я делал, я позвонил Степановичу, говорю, заберите все обратно, убьют просто, и ни копейки не дадут. Он сказал, ладно, я тебе так дам, немножко денег и проводи фестиваль. Вот такая была симпатичная история. Я не воспользовался этой историей. А деньги он, пока было 4-5 лет, он был председателем оргкомитета фестиваля, он исправно давал эти деньги, исправно приглашал нас к себе на дачу в Сочи по завтраку. Вот он любил такое. И вы знаете, как ни странно, он умел разговаривать за столом. Вот все, что ему приписывают, вот это, все его фразы. В косноязычье, да. В косноязычье. Он умел, наши кинематографисты разговаривали хуже, чем он, когда мы с ним беседовали, как о проблемах каких. Ну, больше всего он любил, конечно, чтобы его не трогали с проблемами. Он любил стопочку и поговорить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.